Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта-Джонс. 25 лет разницы. Тина Тёрнер и Эрвин Бах. 16. Писательница Агата Кристи и Макс Меллоун. 14 лет. Джордж Клуни и Амаль Аламудин. 17. Модельер Вивьен Вествуд и Андреас Кронталлер. 25 лет разницы в возрасте. В юности они танцевали под разную музыку, читали разные книги, смотрели разные фильмы. Они – люди из разных поколений, которые приняли решение быть вместе. Но ежедневно они сталкиваются с непониманием и неприятием. А тем временем, каждый десятый брак в современной России – это неравный брак. Что такое неравный брак и как прожить его счастливо, смотрите прямо сейчас. Герои нашей программы – пара из Москвы. Валентин Дудкин и Юлия Слабко. Валентин младше Юлии на 14 лет. Ему 22, а Юлия – 36. Мы пара. У нас отношение уже 4 года. Мы очень интересная пара. Мы очень необычная пара. Юлия Слабко родилась в Челябинске в 85-м году в семье предпринимателя и учительницы истории. Валентин Дудкин родился в 99-м, когда 14-летняя Юля уже оканчивала музыкальную школу по классу фортепиано. Папа Валентина – начальник инкассации в банке. Мама – домохозяйка. Валентин – четвертый и младший ребенок в семье. Ну, ввиду того, что я последний ребенок в семье, возможно, мне больше внимания всегда давалось, больше любви и так далее. Это одновременно и хорошо, и думаю, что это и не очень хорошо. Юлия получила два высших образования – психологическое и лингвистическое. В 2011 году вышла замуж и родила сына. Но брак распался через два года из-за измен мужа. Для меня пример настоящей любви – это отношения моих родителей, которые с садика вместе. То есть они ходили в один садик, потом вместе ходили в школу. Потом, когда они в институт поступили, они начали встречаться. И после того, как он пришел в царь, они поженились. Ну и вот уже сколько? 41 год они живут счастливо в браке. Сыну Юлии Вове было пять лет, когда она решилась на новые отношения и зарегистрировалась на сайте знакомств. В это же время Валентину исполнилось 18, он только окончил школу и захотел найти девушку. Я искал девушку для развлечений, мне 18 лет. Было тогда очень молодой, горячей. Юлия 32. Она защитила кандидатскую по филологии и преподает английский язык в Челябинском институте, где студенты – ровесники Валентина – называют ее по имени-отчеству. Сообщения на сайте знакомств от 18-летнего парня Юлия всерьез не восприняла. На самом деле первая реакция у меня была не очень однозначная. Когда я посмотрела фотографии, я посмотрела, думаю, господи, 18 лет, мне 32 вообще, о чем нам разговаривать? Но я ходила с какими-то вот, не то что бабочками в животе, а у меня не выходило из головы это сообщение. Там реально было так круто написано. И я думаю, ну, наверное, можно ответить. Почему нет? Просто же общаться можно. На сайте в анкете Юля представилась преподавателем английского и указала реальный возраст. Я предложил встретиться под предлогом, что мне нужен учитель английского языка. И я пришел, и мы позанимались английским, наверное, минут пять. И потом после этого, пообщавшись, мы поняли, что мы интересные собеседники, и нам интересно продолжить диалог. Несмотря на неодобрение родных и друзей, Юлия и Валентин начали встречаться. Ну, сестра, в принципе, всегда мне говорила, что он молодой и хочет гулять, и ничего такого серьезного не хочет, ему это не нужно. И чтобы я была в какой-то степени готова к тому, что когда-то это закончится. Через три месяца после знакомства Валентин ушел в армию. Никто не говорил про отношения, никто не собирался никого ждать. И 30 ноября, когда у нас была крайняя встреча перед армией, ну, мы провели время вместе, и в какой-то момент был диалог, что так круто, когда тебя кто-то ждет. И тут я почему-то сказала, ну, давай я буду тебя ждать. На тот момент Юля весила 112 килограммов. Она поставила себе цель – за год похудеть на 50. Валентин все это время поддерживал ее по телефону. Я шла к своему результату гораздо быстрее, потому что по воскресеньям мы созванивались, делились впечатлениями, эмоциями, он меня всегда поддерживал. Говорил, что, о, типа, давай-давай, очень круто. И когда я к нему приехала на увольнение, он меня просто не узнал. Я не узнал ее, и просто... Да это была абсолютно другая девушка физически. В армии Валентин отслужил год. Их отношения с Юлией продолжились, как и требования родных и близких закончить роман из-за большой разницы в возрасте. Семья была в шоке, когда я сказала, что у меня серьезные отношения с молодым человеком, который младше меня. Поэтому Юля предложила Валентину переехать из Челябинска в Москву. Я предлагаю тебе поехать со мной в Москву. Поехали? Три секунды мне потребовалось, чтобы сказать «да». Семилетнего сына Юлия оставила в Челябинске с родителями и переехала с Валентином в Москву, где устроилась работать преподавателем английского языка. Но съезжаться пара не спешила. Валентин предложил сначала пожить отдельно и поселился у старшего брата, который давно обосновался в столице. Я хочу жить вместе с Валентином. Хочу, чтобы у нас была семья. Что этому мешает? Мешает окружение, которое меня не принимает. Через полгода после переезда в Москву Валентин устроился на работу администратором в компьютерный клуб и поступил в Академию предпринимательства на педагога. Он завел новых друзей, но и старые не потерялись. Бывшие одноклассники перебрались в столицу. Таким образом, количество противников Союза Валентина и Юлия лишь выросло. Все друзья подталкивают молодого человека к расставанию со взрослой Юлей. У меня не всегда хорошо складываются отношения с друзьями Валентина. Они меня не до конца принимают из-за нашей разницы в возрасте. Окружение имеет свое влияние, конечно же, потому что мы в социуме живем. Валентин пытается сделать все возможное, чтобы его друзья приняли Юлю. Юльчик, слушай, по поводу наших планов. Тут есть небольшие корректировки. Какие? Ну, короче, друзья мне написали сейчас, предложили ворваться на одну тусовку прикольную. Вот. Давай, может, туда пойдем? Да, ну, блин, капец. Сегодня суббота, я думала, мы вместе побудем дома. Да, блин, мы что, старые люди, чтобы лежать дома под пледом, там, кости ломит, что ли? Мы не можем поделить время на друзей и на друг друга. То есть я пытаюсь чаще встречаться с друзьями, проводить с ними время. А Юля хочет, чтобы мы проводили время вместе, где-то посидели дома, посмотрели кинчи. Окей, но если мне не понравится, я не буду там тусить, я поеду домой. Я так рад. Да, я прям вижу, да, светящиеся щечки. Я все-таки согласилась пойти, потому что думаю, что это способствует укреплению наших отношений. Это моя девушка Юля. Привет! Давайте знакомиться. Юля впервые встречается с однокурсниками Валентина по Академии предпринимательства. Чего, девочки? Чем занимаетесь? Хобби, может, у вас есть какое-нибудь? Я спортом, водная полка. Круто. А для чего ты занимаешься? Я преподаватель английского. Судизионный. А где преподаваешь? В частной школе и в университете. Чем вы увлекаетесь, кроме английского языка? Хожу в тренажерный зал и готовлюсь к конкурсу Miss Fitness Bikini. О, я тоже годная вола играла в школе. 30 лет назад? Не, я была. Ха, нет, но ты, наверное, вряд ли уже родилась. Юморная. Переиграла. Я в КВН играла. Ну да. Они не знают, что такое КВН. Отлично! Мы же не такие глупы, чтобы не знали, что такое КВН. В очередной раз я поняла, что у нас с друзьями Вали нет ничего общего. Вечеринка не сложилась. Я расстроен, что у Юли не получилось найти общего языка с моими друзьями. На самом деле, можно было бы как-нибудь и помудрее быть с своей стороны. Ты же понимаешь, что ты старше их и знаешь, как два пальца своих вообще. Ну, то есть они меня оскорбляют. И я такая, ага, оскорбляйте меня вдвойне. Один раз оскорбили, ну, давайте я второй раз послушаю, а чего нет. Юлия и Валентин хотят добиться расположения его друзей. Именно друзья, по мнению обоих, портят отношения в паре. Встреча не удалась. Компания Валентина по-прежнему не принимает девушку. Не помогли ни разговоры, ни камеры. Короче, хотела наладить контакт с его друзьями. И что-то как-то вообще ничего не получилось. Но они все молодые. И у них какие-то мысли иногда очень детские. А ты думала, у Вали 22-летнего академики будут, 40-летние друзья. Ну, не академики, но у Вали-то по-другому же общается. Ну, короче, так себе все получилось. А он вообще общается с Словой как-то? Ну да, они общаются. Юлиному сыну 9 лет. С отцом ребенка они разошлись без претензий и алиментов. Через полгода после переезда в Москву, Юля купила трехкомнатную квартиру в ипотеку и перевезла всю свою семью из Челябинска. Родителей, сестру с мужем и детьми и своего сына. Живут все вместе. С Валентином, который живет со старшим братом на съемной квартире, Юля также встречается на своей территории. А может, им отправить куда-нибудь их? Ну да, например. Ну, знаешь, чем вот его прям навешать на него такую вот нудную родительскую обязанность. Да, вот не просто там в компьютер поиграть, а чтобы, не знаю, в больницу пусть сходят вместе. Ну вот, Вовчик, может, надо там что-нибудь? Надо. Слушайте, да, это классная идея. Отправлю-ка я их в больницу. Просто, понимаешь, если ты его не начнешь как бы к самостоятельности подводить, он еще как бы не поменяется. Ты, конечно, не обижайся, но вот сколько я за Вове наблюдаю, ты ему все время дуешь. Ты понимаешь, Валя то, Валя это, Валечка мой хороший. Как будто у тебя, знаешь, второй сыночка-корзиночка растет. Ну, что, на самом деле, Катя права, на самом деле, вот в этом плане. То есть нужно все-таки какую-то ответственность ему прививать или хотя бы посмотреть, как он будет себя вести в той или иной ситуации. Подруги Юли считают, что Валентин такой же, как и его друзья – инфантильный и безответственный. И разлад в паре происходит по его вине. При этом подруги верят, что, несмотря на разницу в возрасте, у Валентина и Юли есть будущее. Я считаю, что он пара, Юлия. То есть, несмотря на то, что у них разница в возрасте, то есть это абсолютно не играет никакой роли. Я считаю. Просто ему нужно немножко повзрослеть – это да. То есть набраться какой-то ответственности. Пока Юля ищет способ наладить отношения с друзьями Валентина, он вернулся домой и рассказал о конфликте в кафе брату Илье. Илья старше Валентина на два года и опытнее в отношениях. Слушай, братан, а что ты с ней уже связываешься? Тебе не надоело с ней? Ну, да как бы мы уже четыре года, мы вообще притерлись. Вот какая ты мелочевка. Думаешь, надо все линять? Ну, ты понимаешь, ты-то всех уже, ну, ты надоел уже всем с ней там. Ну, не твое это. Типа она напрягает кого-то? А тебя не напрягает эта разница? Нет. Ты сейчас на ней женишься, у вас будут дети, ей будут 50, а тебе сколько будет? 30? Тебе не кажется это странно, братан? Что в этом мире норма? Старший брат Валентина Илья не поддерживает союз с Юлей. Сам парень встречается с ровесницей и Валентину желает того же. Несомненно, мне важно, что говорят другие люди обо мне, о моих отношениях, когда за спиной хихикаешь, что, а, смотри, мама и сын идут. Это вообще легально, типа, меня это очень сильно напрягает. Алло, Валь, привет. Привет. Надо Вову сводить в больницу, у него там с гландами какая-то проблема, сказали, надо удалять, нужно проконсультироваться срочно с лором. А если я вообще не дома, как бы? Ты мне поможешь или нет? Давай я тебе минут через 10-15 позвоню сам, тут с пацанами просто. Алло. Пойдем. Все хорошо? Да. Несмотря на занятость, Валентин встретил Вову из школы и повел его в поликлинику. Жалоба была в детской, ну, в школе у медиков, что им надо вырезать гланды, сказали. Школьные врачи сказали, что у тебя какие-то проблемы в горлышке есть, да? Я посмотрю твое горлышко, ты не возражаешь, да? Так, давай-ка. А, еще разочек, не бойся. Язык вперед. Еще разочек, а, умничка. А скажите, пожалуйста, когда последний раз ребенка смотрел лор? Ну, я не знаю. Ну, может, год назад. Год назад. Да как мне к вам обращаться, простите? Валентин. Валентин, вы так молодо выглядите, вы папа этого молодого человека? Нет, не совсем. Это ваш братик? Если было бы так, это сын моей девушки. Ну, девушка, видимо, повзрослее немножечко, чем вы, да? Повзрослее немножечко, да. Понятно. Я должна дать заключение по состоянию Ловы. Я не могу дать вам на руки это заключение. Заключение о состоянии здоровья как ребенка, так и взрослого врач имеет право давать на руки только прямым родственникам. Я понял. Передайте, пожалуйста, маме, что надо прийти самой с ребенком. Хорошо? Да. После осмотра я пошел к Юле, чтобы отдать Вову. И я прям в себе сдерживал весь этот гнев, который накопился, для того, чтобы прийти и высказать ей все лично. Валентин повел ребенка к Юле на работу. Короче, все вот эти походы в поликлинику, посидеть, еще что-то. Я себя таким дураком чувствовал, с этими анализами какими-то и так далее. Вообще ничего не понимаю. Я сейчас отдам тебе Вову. Но у меня работать не можешь, еще с ним часик погулять? Нет, нет. Все, пока. Пока, Вова. Пока. Вов, пойдем. Я стою в шоке, я не понимаю, что произошло. Валентин обвинил Юлю в том, что она не подготовила его к разговору с врачом. В итоге роль молодого отца Валентину не удалась. Обидевшись, он пошел снимать стресс в гости к школьному другу Сергею, который тоже переехал из Челябинска, женился и сейчас готовится стать отцом. Серега, ты в каких вообще эмоциях пребываешь? Ощущениях? Да, странных. Очень странных. Ну, я еще сам не разобрался. Мне говорили, что к отцу понимание, что ребенок родился, что-то его приходит куда позже, но так волнуюсь очень. Это у тебя сразу взрослый ребенок появился? Ну, не у меня, это же не мой ребенок, это не считается. Ну, я понимаю, я понимаю. Я просто не могу понять немножко, она намного тебя старше. Ты с ней счастлив? Да. Да? Я счастлив с ней. А ребенок не пугает тебя? Нет, мы хорошо с ним ладим. С ребенком? Да. Какие-то планы у тебя вообще были в голове? Ты что-то с ней планируешь, дальнейшую жизнь или еще что-то? Потому что, мне кажется, она настроена прям с боем. Мне кажется, она вырвала свой лакомой кусочек, понимаешь, и не хочет как бы тебе отдавать, а ты ведешься на это. Да, в этом плане я с тобой согласен, конечно. Я с тобой честен, не хочу никогда врать. И говорю, как есть, просто надеюсь, что поймешь. Отношения выходного дня и брак со взрослой женщиной – это абсолютно разные вещи. Вот чем раньше поймешь, это тем лучше. Я, честно тебе говорю, я против этих отношений. Мне кажется, без нее ты будешь чувствовать себя более свободным мужчиной, будешь чувствовать себя мужчиной настоящим. Надо подумать над этим. Это неправильная позиция взрослой женщины. Она, как женщина, не должна его удерживать, лишать его какого-то будущего, лишать его молодости. Юлия хочет загладить свою вину за неловкую ситуацию с походом к врачу и приглашает Валентина в свою компанию. Стас, как дела, как дочка? Да, что, все отлично, учится в институте. Сколько ей лет уже? Да, что, 20 лет уже белей. Да, да, да. Так они-то растут, а мы-то стареем уже все. Это получается на моей ровеснице. А тебе сколько лет? 22. Прикольно. А ты работаешь? Да, да, работаешь. Зарплату же домой приносишь? Да, все приношу. Ну, ты же говорила, что она уличка. Молодец, молодец. А чем увлекаешься там в свободное от работы время? Единоборствами. Да ладно, какими? Бокс. Ничего себе. В очках еще. Серьезный мужчина. Интеллигентно так. Смотря на годы. Это прикрытие на самом деле. Мне очень понравилось вообще, как Валя влился в наш коллектив, скажем так, в нашу компанию. И я уверена, что наш мужчина еще очень многому его тоже научит. На следующей неделе на рыбалку поедешь? Молодец. Снова на рыбалку? Куда поедешь? В Орел. В Орел? Да. А ты у меня разрешение спросил. Все, попал под каблук. Я, может, тоже хочу на рыбалку. Да, Валек, вместо тебя поедет. С какого перепугу? Ну, пусть ездят. Мне надо, да, переучаться. Ну, смотри, зимний рыбалка, это дело такое. Ну, я так пообщался с Валентином, у него посмотрел, в принципе, ну, не сказал бы, что он ребенок. Так-то парень, видно, что у него стержень есть. То есть нормальный парень. И им хорошо вместе. Я вижу, что она улыбается, цветет. Кажется, Валентин нашел общий язык с друзьями своей девушки. В отличие от Юли, которая чувствует себя в его компании чужой. Мне нравится проводить время с друзьями Юли в их компании. Они более взрослые, им есть что рассказать, более опытные. Имеют опыт в каких-то таких сферах, в которые я даже еще и не задумывался. Со стороны моих друзей не возникает никогда нападок в отношении Вали. Если я счастлива с Валентином, отлично. Ну, то есть у них нету такого, ах, ему 22, слушай, ну, а вдруг вот давай что-нибудь другого себе подыщешь или что-то еще. Нет, они видят, что я счастлива, и они за меня рады. На следующий день Валентин после учебы решает заскочить к Юле на курсы иностранных языков, где девушка преподает английский. Привет! Привет! Как дела? Отлично. Сколько сегодня? Я до десяти, наверное. Отлично. Что-нибудь вкусненькое приготовить? Да. Вот, лично. Фильм? Да. После. Согласна. Ну, все, хорошо, договорились. Давай. 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 Юля-то твой был только что, что ли? Угу. Ничего себе, он такой молодой. А сколько ему? 22. Ого. Это у вас сколько лет разница? Больше десяти получается? Ощущается разница в возрасте такая? Нет. Я вообще не чувствую, что у нас есть разница, тем более вот такая большая на самом деле. Не боишься, что ты такой молодой? Нет. Куда-нибудь? Нет. Я бы переживала, наверное, от твоей миссии. Я просто знаю, что он меня любит, поэтому все отлично. Ну, это здорово. Ну, ты на самом деле молодец, потому что, мне кажется, я бы так не смогла. Я даже не рассматривала бы людей моложе меня. Никогда. Ну, в принципе, поэтому, наверное, у меня есть мужчина старше. Он очень молодой, и мне кажется, для Юли не сильно подходит, потому что она серьезная девушка, с большими планами, амбициями, знаниями, умениями. И не очень понимаю, что такой человек делает рядом с такой девушкой. После примирения Юля не сдается и продолжает попытки сблизиться с друзьями Валентина. Она понимает, что влияние друзей на молодого человека огромное, и до сих пор ни один из них не принял Юлю. Молодые люди собираются на вечеринку с друзьями в клуб. Вот я вот уже придумала, вот смотри, джинсика, вот, да, футболочка беленькая и джинсика. Ну, слушай, футболочку надо поменять, надо что-то, знаешь, чтобы обратили внимание на твою широкую, на твое широкое сердце. Что-ли, я не поняла. Сам поймешь из декольте. Мои закончились. Ля, суббота, выходной, я и так иду, блин, в клуб тусить, я хочу чувствовать себя комфортно. Да давай, пацаны, заценит, какая ты классная, вообще, типа, ворвешься с нами, давай. Ворвусь куда, титьками наружу, блин? Ну, как минимум, нам на входе будет точно проще, нас точно пустят. Конечно, я хочу, чтобы моя девушка выглядела подтянута, стройно, сексуально, стильно, чтобы все вокруг смотрели на мою девушку и облизывались. Так, ну это бабушкинское, это старье какое-то. Ты чего меня сейчас оскорбляешь? Ну, вот это в целом, как бы такое, подчеркнет. Вот, я надеваю это платье, и впереди меня идет моя грудь, а не я. И я понимаю, что когда я туда приду, все будут на меня смотреть, не на меня, а на мою грудь. И, ну, мне дискомфортно. Я не люблю вот такие какие-то взгляды людей. Ну, в целом, я думаю, им комфортнее в платье, знаешь, они так хорошо выглядят сразу. Да? Любуйся твоим большим сердцем. Ну вот смотри, чтобы все моим большим сердцем не любовались, я пойду в джинсах и в футболке. Угу. Мне не удалось Юлию заставить одеться нормально, потому что она взрослая и сама знает, что она хочет. До встречи, за встречи! Погнали танцевать! Погнали, да! Погнали танцевать! Да, чокотово есть! Погнали с нами! Не понимаю, зачем он ее сейчас привел, потому что сам не потусил, друзьям кайф обломал. Юля сама обиделась непонятно на что. И, по-моему, ей надо не в ночной клуб с Валей. Валентин остался в клубе веселиться с друзьями, а Юлия вернулась домой. Обустроившись и купив квартиру в Москве, Юлия перевезла из Челябинска не только родителей сына, но и сестру с мужем и двумя детьми, которые теперь живут с ней. Поэтому с вечеринки Юлю встречает родная сестра Олеся. Ты что без ключей-то? Да позвали, позорились, у меня ключи в курыке оставила. Что случилось-то у тебя? Ты что, как всегда, со своими друзьями? Давайте тусоваться, давайте бухать, блин. А я сидела, 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 мне надоело, и я пошла домой. Ну, если так происходит, мы тогда, зачем мы вместе-то все время до сих пор? Если ему нужны только гулянки и друзья? Ну, не знаю. Я же его люблю, мне с ним хорошо, спокойно. Секс у нас хороший. Мне с ним приятно время проводить. Ты же понимаешь, что это не самое главное. Что самое главное? У тебя семья, ребенок. Ну, и что, мне теперь с ребенком только жить, что ли? Это он должен быть надежным тылом. Я считаю, что у Юли как будто бы сейчас появилось два сына. Один молодой, маленький совсем еще, а второй старший. Ну, тоже сын, тоже как ребенок. Валентин видел, что Юля ушла, но его это не расстроило. Парень продолжил веселиться, а уже после отправился мириться к Юле. Что надо? Привет, рыбка. Рыбка, я осознал свою ошибку. Конечно же, Юля меня прощает, принимает меня, пьяненького, уставшего. Мне важно и очень приятно, что несмотря на все обстоятельства, там, на тусы друзей и так далее, он все равно приходит ко мне, и мы вместе. Вся большая Юлина семья спокойно относится к тому, что молодой человек у них – частый гость. И нередко остается ночевать. Давай вставай. Все, все, все. Нет, давай, давай. Нет. Родители Юлина. Родители Юлии в целом не против этих отношений, но хотят для дочери стабильности и счастливого семейного будущего. Может, уж пора бы как-то это определить, свои отношения. Как нормальные там молодежь-то поступают. Браки какие-то заключают, детей рожают. Или сейчас-то не модно уже? Нет. Абсолютно. А какой смысл тогда вообще таких вот отношений? Вот нам как-то не понять, нашему поколению как-то не понять такие отношения? У меня уже с Юлии отношения. И что? Ну, не с вами. Ну, собственно, надо как-то определиться. Время же пролетит быстро. Не успеете оглянуться, как уже это… И детей не захочется заводить. Так же хорошо жить эгоистом-то. И мне говорят, ну а что, ну давай, давай. А я такой, а я ничего не хочу давать. Я хочу спать. Ну, у тебя-то вообще какие мысли-то вопреки? Я пока не готов. К семейной жизни? Да. Я думаю, я еще не очень устойчиво на ногах стою. Пока что я только в начале своего пути. Это я. Можете, пожалуйста, не давить ее. Я тоже стараюсь. Я все равно больше не буду давить. Все. Он же старается. Он нашел работу. Сейчас дальше развивается. Дальше развивается. Лет через 5-10. Ну, и то, что через 5 лет родить нельзя ребенка, я не понимаю. Вот мы и выяснили, что на ближайшие 5 лет ситуация стабильна. Да, Гуль? Ну, все. Ну, 5 лет. 5 лет – это слишком большой срок. В общем-то. Кто знает, что произойдет за эти 5 лет. Конечно, как у каждой девочки, мечтающей о долгой и счастливой жизни с любимым мужчиной, у меня была надежда, что сейчас при родителях, возможно, он озвучит те мысли, которые я хочу от него услышать. То есть это мысли о совместном проживании, это мысли о замужестве, создании семьи и так далее. Чего вы меня вообще грузите все? Я проснулся, утро не очень хорошее, и ты сейчас еще нападаешь на меня. Оставь меня в покое, хорошо? Нормального еще нет. Я не хочу, чтобы мне имели голову вот этими диалогами про свадьбу, про то, что ячейка общества, жениться и так далее. Это не мое. Юлия уверена, что на Валентина влияют его молодые друзья, которые категорически не принимают и не одобряют их отношения. Чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, Юля пригласила на съемки маму Валентина, которая всегда поддерживала пару. Мама! Что за сюрприз вообще? Ты что здесь делаешь вообще? Вроде просто гуляли. Да мы давно за сюрприз. Я позвала. Это очень неожиданный сюрприз. Мне очень нравится. Классно. И что, какие планы вообще? На сколько слить, кого? На денек повидаться. Ничего себе. А почему ты даже не предпределил такой сюрприз? Так если сюрприз, он же должен быть неожиданным. Как ты думаешь? Ну да. Я вот захотела, чтобы наши мамы познакомились, пообщались. Ну ты мне в следующий раз предупреждай тебя бы немножко, то так можно ей инфаркт ставить. Хорошо. Меня бесит, что Юля, как обычно, что-то придумала, решила все и подумала, что все будет вот так вот. К чему тебя эти отношения вообще ведут тогда? Что это тебе дает? Мне комфортно, мне классно. А в чем комфортно и классно? Мне нравится с Юлей болтать, она очень умная. Болтать, да. Она меня всегда поддерживает в нужные моменты. Ну да, тогда понятно. Если болтать, то тогда брак – это враг болтовни как раз. Стабильности хочет и Юля, и ее семья. Но все понимают, что для обязательств Валентин слишком молод. У Юли два выхода. Либо смириться и ждать, пока парень повзрослеет и сможет нести ответственность за семью, либо расставаться здесь и сейчас. Мам! Подожди меня. Пойдем поговорим. Пойдем. Мне так рад, что ты приехала. А вообще, как вот ты, допустим, с ее ребенком? Он достаточно большой ведь мальчик уже. Как ты? Да, мы с ним хорошо общаемся, и он считает меня другом. То есть он не считает меня своим отцом, это несомненный плюс. Ну, это уже хорошо. А своих-то не хочется иметь? Я пока не готов вообще к этому. Я сам не так давно встал на ноги. А ты прямо встал уже на ноги? В том-то и делаешь, что еще не до конца. Я не готов к детям. Ну, так, опять же, а зачем тогда отношения заводить, если ты еще на ноги не встал? Как ты думаешь? Ну, не ходить же у меня теперь одиноким. А вдруг что-то получится, да? Может быть. Я всегда позволяю ему делать ошибки, потому что если он и через них не пройдет, он не осознает то, что лучше бы не делать. Я могу на него повлиять только советом. Ты знаешь, вот в ее возрасте вот мне бы было обидно, что у меня вот так вот динамит, динамит, а потом как? Как ей потом быть? У нее годы-то уходят, а ты занимаешь вот это чужое место, может быть. Как вот ты думаешь? Да, очень важная мысль. Возможно, это стоит заканчивать. Давай думай. Хорошо. Юля осознала, что все это время дело было не в окружении Валентина, а в нем самом. Юля решает обратиться к психологу, чтобы понять, почему молодой человек не готов брать на себя ответственность. Валентин с интересом отнесся к предложению Юли. Пара пришла к психологу проекта Алене Савиновой. Валентин, что было для вас хорошим результатом нашей встречи? Хорошим результатом, если я пойму, как правильно совмещать общение друзей, и чтобы девушка могла с ними хорошо тоже общаться, и чтобы они ее принимали, чтобы было комфортно. Вам важно, да, чтобы они как-то принимали ваш выбор? Ну, мне хотелось бы, чтобы и когда я иду с друзьями гулять, чтобы я мог пригласить девушку, и чтобы все были довольны. А сейчас у вас нет такого права? Я могу пригласить, но не всегда хорошая коммуникация идет. Ну, друзья не принимают. Юля, как вы себя чувствуете сейчас, когда мы говорим о том, что вас не принимают в окружении? Мне неприятно это слышать. Но мне больше, наверное, неприятно то, что он не может меня позвать. Ну, то есть, нет того, что он отстаивает, да я хочу, блин, с ней прийти, типа я хочу с ней время проводить, точно так же, как и с вами. То есть, это мой выбор. Если это мой выбор, вы должны, как мои друзья, за меня радоваться. А здесь, наверное, большая проблема в том, что их смущает, что они не понимают. Они не понимают, что у нас есть общего, потому что у нас есть разница в возрасте. Но если говорить про эту разницу в возрасте, вот лично я ее не ощущаю. Когда женщина старше мужчины, часто это бывает очень комфортно обоим. Мужчине, которому нужно немножко подрасти, и женщина его доращивает, доращивает, доращивает в процессе жизни совместной. Мы вместе четыре с половиной года, у нас не всегда было все гладко. Полтора года назад он сказал, что все, он хочет двигаться дальше, что нам с ним не по пути, и он закончил отношения. Я на тот момент была в состоянии переезда, вот, и у меня настолько, видимо, со всеми вот этими ситуациями случился стресс, я вообще не понимала, что я делаю, как мне жить, куда мне идти. Я не хотела утром просыпаться. То есть, я не могла вообще ни о чем думать, я не понимала, что произошло, что такого случилось, что человек мне говорит, ну, как бы все. Мне было очень больно. Валентина, что сейчас с вами? Как вы себя чувствуете приятно? Мне неприятно. Ну, да, это видно. Ну, что она испытала боль, что я причинил такую боль, в первую очередь. А чем это было вызвано? С чего вдруг так случилось? У меня была депрессия. Вот эти вот истории про то, что он западает депрессию, она западает депрессию, что такое, да, запасть депрессию? Это значит потерять себя, потерять смысл, потерять и так далее. Это все про рост, про зрелость. Человек целостный, сильный, он опирается на себя, на свой внутренний стержень. И вот когда он такой, то, что бы ни происходило, его не завалишь. Ну, то есть он устойчив, понимаете, да? Вы можете опираться на партнера, на его силу. Я думаю, что вы, если будете очень искренне и честны с собой, вы замечаете, что есть такие моменты, когда Валентина вас опирается. На ваше мнение, на вашу уверенность, на вашу целеустремленность. Валя отчасти является такой жертвой не только в отношениях с Юлей. Я думаю, что в отношениях с друзьями. Женщина уважает мужчину тогда, когда он умеет устраивать границы. И может говорить ей нет. Идите в силу. Идите в силу. Она у вас точно есть. И чем сильнее вы будете на нее опираться, на свою собственную силу, тем больше вас будут уважать. И ценить. У него есть эта сила внутри. И он может это все. Но по какой-то причине, я не знаю, по какой он боится это выпустить. После общения с родителями и психологом, Юлия поняла, что готова ждать, пока Валентин созреет для серьезных отношений. В подтверждение своих намерений, она решает сделать татуировку с именем любимого. Конечно, я хочу замуж. Конечно, я хочу создать семью. То есть, пусть даже это в ракурсе пяти ближайших лет рассматривать. Валентин встречается со школьными друзьями и после советов психолога решает еще раз поговорить с ними о Юле. Вроде познакомился с ее друзьями. Они меня принимают. Все супер. Единственное, мои друзья что-то ее как-то не принимают. Не могут притереться, что ли. Ну, это логично, как бы. Просто разница возраста не такая приличная. Поэтому, да, знаем о чем поговорить даже с ней. Ну, слушай, я на самом деле разницы вообще особо не ощущаю. Мне интересно с ней. Не смущает даже то, что у нее есть ребенок. Ты на это готов? Да. Я думаю, да. А тебе не кажется, что она за тебя все решает? Нет такого ощущения? Да нет, я не согласен. Блин, ну, начнем с того, что Юля как бы 37. Нет, лично я, конечно, не считаю, что это прям такое огромное препятствие на пути нашего с ней общения. Но все же как-то стрёмно, что ли. Не знаю. Ну, типа, придет какая-то женщина, ей будет неловко, нам будет неловко. Ну, если она тебе понравилась, может, она и нам понравится. В чем проблема? Что, вряд ли, да? В смысле? Я уверен, что вы сможете найти общий язык. Ну, я хочу, чтобы мы все вместе могли общаться и чтобы я не выбирал. Была вообще бестолковая идея что-то у них спрашивать. Просто постебались, как бы не дали никакого совета нормального. Именно эта встреча все расставила в голове Валентина по своим местам. Когда друзья стали готовы принять Юлию в свою компанию, он понял, что не хочет этого сам. Та-дам! А что это? Это татуировка с твоим именем и датой нашего знакомства. Ты серьезно? Да. А ты не подумала, что, может быть, поторопилась? Нет, я хотела. Я понял. Так, ну ладно, ты тоже о чем-то хотела поговорить? Да. Знаешь, я много об этом думал. И это взвешенное решение. И нам нужно расстаться. Окончательно. Я не готов к взрослой жизни, к твоему взрослому сыну. Я не готов жить с тобой вместе. Я хочу тусоваться. Я хочу развлекаться. Я хочу постигать этот мир. С тобой это нереально. Ты тянешь меня в семейную бытовуху. А мне всего 22 года. Я настолько шокирована, что я, в принципе, не могу дать характеристику его поступку. У меня нет слов. Я искренне люблю этого человека. И я искренне хочу, чтобы он был счастлив. Не важно, кто это буду, я или другая девочка. Если он принял это решение, и он будет счастлив, я за него буду только рада. Да, мне неприятно. Да, я сейчас плачу. Да, как бы, блин, я переживаю из-за этой ситуации и так далее. Но я его искренне люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Неважно, с кем, со мной, не со мной. Я хочу просто, чтобы человек, которого я люблю, у него все было хорошо в жизни. Я считаю, что я поступил как... Но... Так будет лучше для всех.